Директор лагеря «Сказка» Владимир Жулдыбин сегодня изучает технологические карты и меню для вынужденных переселенцев. В оздоровительный центр уже прибыли повара, кухня полна запасов. Картошка, морковка, фрукты и, конечно, крупы готовятся как к приему детей. Это первый подобный опыт. Однако рацион будет все же отличаться от школьного. В меню будет заказное, то есть человек будет выбирать горячие блюда, которые он будет, и напитки, которые пожелает. А салаты, подгарнировка, это все будет по выбору, то есть это с элементами шведского стола. В помещениях лагеря «Сказка» все уже готово к приему людей. Кстати, здесь очень тепло. Один из корпусов и медпункт пришлось перезапускать в зимний период, потому что они были обесточены. И сейчас мы видим термометр, и он показывает 23 градуса. Лагерь уже проверил Роспотребнадзор и пожарные инспекторы. Все в норме. Позаботились и о мелочах. Даже цифровые приставки закупили, чтобы гости смогли отдохнуть перед телевизорами. Однако досуг на этом не ограничится. Учреждение культуры готово выезжать в «Сказку» с развлекательными программами. Для беженцев будет доступна помощь психологов. Также сейчас решается вопрос, где и как будут учиться дети школьного возраста. Готовы протянуть руку помощи и простые горожане. В пункте сбора на пятилетке 51 десятки коробок со всем необходимым. Что собираем? Так как мы не понимаем полувозрастной состав, то есть это были взрослые, дети, кого больше, кого меньше, то мы сейчас и сбор одежды особо не объявляем. То есть мы принимаем средства личной гигиены, принимаем воду, принимаем продукты длительного хранения, так, чтобы они были не скоро портящиеся. Понимаю, что это все сейчас можно запасать с тем, что когда люди приехали, им нужно было все это раздавать, кормить и так далее. Хотя мы понимаем, что кормить будем также в лагере «Сказка». Предметы гигиены, канцелярия, игрушки – вот что нужно в первую очередь. Сейчас в городе открыто три пункта сбора. Офис партии «Единая Россия» по адресу пятилетки 51, Березняковский центр соцзащиты на пятилетке 46 и пожарная часть на Березняковской 69. Дата прибытия беженцев до сих пор непонятна. Ждали в воскресенье, но, как нам стало известно сегодня, состав в Пермский край пока не сформирован. Евгения Кокшарова, Сергей Антонович, Новости Верхнекамья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова